И директор, и издатель, журналист, редактор, фотограф – все это Светлана Ковальчук. Она идет в один из санаториев со свежим номером своего журнала. Вот в таком виде на журнал приходит из типографии. Светлана приехала в Анапу 13 лет назад. Филолог по образованию, преподавала иностранные языки в школе. Спустя еще три года увлеклась журналистикой. Работала в газете. Честно было, видимо, в кабинетах сидеть и писать полосы огромные в газету. И потом главный редактор Нина Ильинична Романа, мы с ней вдвоем. Обеим пришла в голову мысль, она поддерживала меня, я поддерживала редактора. И мы пустились сами, никуда просто пошли. Обозначили себе, как говорится, круг, с которым мы будем работать. Основное позиционирование курорта Анапа, там, где мы живем. Это было в 2009 году. Так выглядел самый первый, как его называют, сигнальный номер. В нем мало информации, больше концепция. Аудитория – те, кому неинтересно сидеть дома. Идею сразу поддержал композитор Григорий Гладков. Сегодня он входит в редакционный совет. Сначала эмблемой был глобус, но со временем решили, что это не оригинально. Решили, пусть будут ботинки. Тоже вполне себе атрибут путешественника. Пишут о том, где и как можно отдохнуть, об интересных событиях, таких как, например, фестиваль «Киношок» в новом номере. И про год Греции в России, и про открытие церкви «Сурбгеворг» в Гайкадзоре. Есть статьи, которые пишут интересные люди. Многие из них известны в городе, крае или даже в России. Взгляд на жизнь уже другой. То есть мы не пишем какими-то там штампами. А человек сам, который путешествовал и что-то увидел, он тут же может поделиться, не обязательно дав где-то официальное интервью. А здесь он может полегче подать свои идеи, свои какие-то мысли. И потом именно этим своим подходом и участием в нашем журнале и поддержке они нас тоже продвигают. Потому что люди будут знать, что у нас интересные статьи. Журнал можно бесплатно взять в санаториях, кафе, ресторанах, в аэропорту, на выставках и форумах. Выпускается он во многом при спонсорской поддержке. Тиражом полторы тысячи экземпляров от трех до шести раз в месяц. В редакции, где сегодня работают четыре универсала, предпочитают не делать выпусков ради выпуска. Сейчас идет подготовка юбилейного 25 номера.